А в Твери 6 июня в городском саду прошли мероприятия, также посвященные Пушкинскому Дню России. В этом году исполнилось 225 лет со дня рождения поэта. Знакомы ли современные дети с его творчеством и какие произведения они читают? Об этом в следующем материале выпуска. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь надубит он. И днем, и ночью кот ученый все ходит под цепью кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Вступление к поэме Руслан и Людмила студенты Тверского филиала Московского гуманитарного экономического университета выучили наизусть еще в раннем детстве. Современные школьники тоже прекрасно знают стихи солнца русской поэзии и охотно их цитируют. Я вам пишу, чего же боли, что я еще могу сказать. Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Мороз и солнце день чудесный, еще ты дремлешь вдруг прелестный. Пора, красавица, проснись. Очень красиво рассказывается о зиме, как описывает природу красивую. Как солнце, луна видно, природу. Легкий и понятный язык, которым Александр Сергеевич писал свои сказки, позволяет миллионам родителей приобщать детей к чтению именно со сказок Пушкина. Так происходит более двухсот лет, и интерес к творчеству поэта не угасает. В городском саду 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, всегда многолюдно. Поклонники вспоминают стихи у открытого микрофона, играют в игры пушкинской поры, участвуют в мастер-классах и викторинах, посвященных творчеству поэта. В нашей библиотечной системе очень большой фонд произведений Александра Сергеевича, и читатели с большим удовольствием как раз берут его произведения. Пушкин всегда актуален. А есть люди, которые не любят Пушкина? Таких не встречали. В день 225-летия Пушкина гости праздника возложили цветы к подножию памятника поэту в городском саду. В мероприятиях приняли участие школьники и студенты колледжей и высших учебных заведений города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова